Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 22 по 26. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. ПЕСНЯ ПЕСНЯ В то время приходит Иисус в Евсаиду и приводит к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селение. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, рассказывают о чуде исцеления Господом слепого человека Вифсаиде. Вифсаида лежала на пути в Кесарию Филиппову, неподалеку от того места, где Иордан впадает в Мертвое море, куда, собственно, и направлялся Спаситель. Именно в этом городе ко Господу привели слепого и попросили, чтобы он исцелил его, прикосновением своих рук. Слепота на Востоке обычно была вызвана беспощадным блеском солнца или болезнью глаз. Человек, которого привели к Спасителю, скорее всего, не был слепорожденным. Он уже знал заранее, что такое люди и деревья, поскольку после первого же возложения Господом на него рук он сообщил. «Вижу проходящих людей, как деревья». Исцеляя же его, Господь поступил следующим образом. Он взял слепого за руку, вывел его исцеление и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки. Зрение вернулось к этому человеку не сразу, а постепенно, после двухкратного возложения рук Господа. «Господь снова возлагает руки на глаза этого человека, чтобы рассеялась оставшаяся в них тьма, и повелевает ему взглянуть». И тот начинает видеть все ясно. Очевидно, Спаситель опять-таки возбуждал в нем своими действиями веру, необходимую для совершения чуда. В этом заключена символическая истина, ведь ни один человек не может видеть сразу всю истину Божию. С помощью благодати Божией человек может в течение всей жизни познавать истину. И все же ему требуется вечность, чтобы хоть немного узнать Бога. Это исцеление Господь умышленно совершает вдали от толпы народа. Борис Ильич Гладков отмечает, что Господь знал, что вера, поддерживаемая лишь чудесами, ненадежна. Такая вера требует все новых и новых чудес, а без них не только охладевает, но даже переходит иногда в неверие. Он знал, что пораженные чудесами евреи могли провозгласить его царем Израилевым, то есть признать его не тем мессией, каким он был, а каким им хотелось его видеть. Поэтому он всегда уклонялся от всяких поводов к провозглашению его мессией и даже запрещал апостолам разглашать, что он Христос. Поэтому-то он запрещал и исцеленным рассказывать об их исцелении. Таким образом, Христос верил исцеленному не только не рассказывать о том никому, но даже не входить в селение, а идти прямо домой. Спаситель совершал чудеса и исцелял больных не для того, чтобы прославиться, а единственно из любви к страждущим. Христос показывает, как его благодать исцеляет нас от духовной слепоты. В начале мы видим смутно, но как солнце восходит от горизонта на высоту зенита, освящая мир, так и благодать приходит от силы в силу, освящая нашу жизнь. Блаженный Иероним Стридонский поясняет, что по велению Господа не заходить в селение следует понимать в духовном смысле. Слепой выводится из дома иудеев, из селения иудеев, из буквы иудеев, из иудейских традиций. Тот, кто не мог быть исцелен законом, исцеляется благодатью Евангелия. Когда ему говорится, чтобы он возвращался домой, это означает не тот дом, из которого он вышел, но тот, в котором до него был Авраам. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, напоминают нам о том, как постепенно меняется человеческая природа, встречаясь с благодатью, и сколь же много приходится преодолеть, чтобы обрести исцеление. Будем же с мольбой взывать ко Господу, чтобы избавил нас от духовной слепоты, рождающей греховные страсти, чтобы открылись наши душевные очи, и совершилось чудо прозрения, как у слепого, который хотел видеть мир и Творца. Господь по Своему милосердию и по нашей вере может сподобить нас этого чуда и ввести в нас свое вечное царство. Если мы, еще не видя красоты и славы Царствия Небесного, будем стремиться ко спасению и просить Господа просветить нас Его светом. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok